У нас сегодня короткое служение, пока еще идет карантин, нам разрешили провести короткое служение на нас не позволиха да мы направим краткое службу днес, соблюдение всех прав санитарных и гигиенических условий. Тема моей проповеди сегодня – Великий преобразователь. Я открою первое место, которое написано во втором послании к Коринфянам. Апостол Павел пишет в 3 главе 17 стиха. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как о Господне от Духа. Скажи аминь. Кажете аминь. За словото на Господь. Это то, что написано. И вы знаете, тема проповеди сегодня в большей степени отвечает на такой вопрос. И знаете ли, днешна тема на проповеди повече отговаря на този вопрос. А для чего воскрес Иисус Христос? За какво воскреснул Иисус Христос? И Слово Божие говорит, что Иисус Христос умер за грехи наши. Словото на Господь казва, че Иисус Христос умер за нашите грехове. А воскрес в наше оправдание. Иисус Христос нас оправдал. Он сегодня единый ходатай между Богом и человеками. Постоянно ходатайствует о нас. Постоянно высвобождает на нас свое святое помазание. И за какво е всичко това? Тази или миналата седмица имаше един човек, който пропевадываше и с женами попита... Да. Го попита, дали вярва или не. И тя каза да. И Наташа спросила, а в чем заключается твоя... В чем смысл твоей веры? И Наташа попита, в какво е смисъл на твоята вяра? И женщина ответила, ну я иногда хожу в церковь поставить свечку. И жената отговорила, а им я с понякога утивам на церковь да поставя свечку. Как вы думаете, вот для этого умер Христос? И как мислите, за това ли е умрял Иисус Христос? Для этого Он воскрес. За това ли е воскреснал? Чтобы мы иногда пришли в церковь и поставили свечку. За да ходим понякога на церковь да поставим свечку. Или даже пришли в церковь и отсидели или отстояли службу. Слово Божие говорит, что не для этого. Вообще Библия не говорит ничего о свечах. О том, что надо совершать нам какие-то вот такие религиозные там обряды, как креститься или кланиться по сто раз. За това, что треба да извършиваеме някакви религиозни обряди, като да се крестим или да се кланями. Не в усуждение никому, но это все придумали люди. Без да высуждаме някого, това всичко измислено от хора. Если мы внимательно посмотрим в Священное Писание, Иисус Христос пришел для того, чтобы дать нам новую, абсолютно новую природу. Иисус Христос одушил за да не даде абсолютно нова природа. Да не преобрази. Он великий преобразователь. И здесь мы только что прочитали, что мы, взирая на славу Господню, мы преображаемся. Аминь или не аминь? Через наш Дух преображается Духом Святым наша душа и в конечном итоге преобразится и все тело. И в крайна сметка ще се преобрази и цялото тяло. Пока Иисус Христос ходил по земля, Он был как обычный человек. Той бил как обикновен човек. Написано в нем не было ни вида, ни величия. И пише, че нямал нито вид, нито величие. Но вы помните гору преображения? Но усещате ли се за планината на преобразование? И это написано и в Евангелие от Матфея, и в Евангелие от Луки, и в Евангелие от Марка. Мы можем прочитать такую историю, когда Иисус Христос говорит Своим ученикам. Есть среди вас те, кто увидит Царство Божие в силе Его прежде смерти Своей. И на следующий день повел их на гору. И там на горе Он преобразился перед ними. И лицо у Него стало как Солнце. Смотрите, преображение. И там с Ним кто-то разговаривал. Кто помнит? Моисей. И кто еще? И Илья. И написано, что они тоже находились в славе. И пише, че те всички са намирали в слава. Они были преображенными. Те са били преобразени. А когда-то это были обычные люди. А някога са били обикновенни хора. Абраам был обычным человеком. Абраам и бил обикновен човек. Поверил в Бога. Поверил в Бог. И это вменилось Ему в праведность. И това стана Неговата праведность. Моисей был обычным человеком. Моисей бил обикновен човек. Аминь или не аминь. Аминь. Илья был простым человеком. И более того, Иисус Христос утверждает нас в чем-то. Вот Илия, величайший из всех пророков. А Иисус Христос говорит о нас уже. Даже малый в Царстве Божьем. Больше его. Больше Илия. Если народ Божий, если Израиль не мог смотреть на лицо Моисея, не е можел да гледа лицето на Моисея. Защото то е светело. И Моисей бил принуден да покрива лицето си. То не тем ли паче вы? Вие не сте ли по-добре? Амин или не амин? Мы призваны преображаться. Взирая на слава Господня. Написано преображаем все в тот же образ. От славы в славу. От славы в славу. Как от Господня Духа. Аллилуйя. Открою следующее место. Оно написано в послании к филиппийцам. Послание к филиппяне. Вторая глава. Вторая глава. С самого начала, с первого стиха. От первого стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли. Имейте ту же любовь. Будьте единомышленны и единодушны. Ничего не делайте по любоприянию или по тщеславию, но по смиренно мудрю почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И послушайте внимательно. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богом. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком. Но все отказывают всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Затова и Бог го превозвеши и му подари името, което е над всяко другое име. Дабы пред именем Иисуса преклонила всяка колена, небесных, земных и преисподних. Така, щото в Иисусовото име да се поклони всяко колено от небесните и земните и подземните същества. И всякий язык да изповеда, че Иисус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Смотрите, Иисус Христос пришел в виде раба. Он был по виду как человек, написан. Той изглеждал като човек. Когда Он говорил о том, что надлежит умереть и на третий день воскреснуть, никто из учеников не поверил. Они смотрели на это как на какие-то странные вещи, что Иисус говорит. И когда Иисус Христос реально убили, и распяливали на кресте, ученики разбежались. учениците избегаха. И они так же находили в страхе, в панике, в бегах. И даже когда женщины пришли в гроб, и Ангел Господь им сказал, что вы ищите живого среди мертвых? Как и сейчас люди на Пасху идут на кладбище. Защо търсите живого среди мертвых? Защо търсите в гробницата живи среди мертвых? И женщины пришли после гроба к ученикам и сказали, что Иисус Христос воскрес. И жените след гробницата утишли при учениците и им казали, что Иисус Христос воскреснул. Ученики и тогда не поверили. Хотя Иисус Христос много раз им говорил об этом. И даже когда Иисус Христос сам явился им, и они увидели, что Он пришел к ним в преображенном теле. Его тело излучало славу. И они все равно смотрели на Него с сомнением. Думали, что это привидение. Иисус сказал, ну вот Фома хотел вложить руки в Мои раны или пальцы в Мои пробитые руки. Пусть подойдет, вложит. И Фома подошел и удостоверился. И только тогда ученики начали верить. сбылось, свершилось. Но Иисус Христос не для того умирал. И не для того воскрешал, чтобы кого-то удивить. Или кого-то убедить в том, что Он это может сделать. Иисус это сделал, чтобы и мы вместе с Ним умерли для греха. Иисус Христос Го и направил, за да умрем и не с Него в грех. И самое главное, чтобы мы с Ним вместе с Воскресли, за да можем заедно с Него да с Воскреснем к абсолютно новой Жизни. Древнее все прошло. Так написано, я ничего не придумываю. Теперь все новое. Новое творение во Христе Иисусе. Аминь или не Аминь. Иисус пришел, чтобы преобразить наши души. Иисус пришел для того, чтобы воскресить наш дух. Апостол Павел пишет, что придет время и наши тела преобразятся. Может быть, мы в это не верим сегодня, что мое тело преобразится. Но ученики тоже не верили Иисус Христос. Пока Он ходил по этой земле. Но Он был верен и даже до смерти. И до смерти крестной. Еще одно место, которое я сегодня хочу открыть. И оно написано в первом послании к Оримфинам. В пятнадцатой главе. С тридцать пятого стиха. От тридцать пяти стиха. Но скажет кто-нибудь, как воскресат мертвые и в каком теле придут. Но някой ще рече, как се воскресават мертвите и с какво тело ще дойдат. Безрассудные. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Безумица. Това, което ти сеешь, не оживява, ако не умре. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. И когато го сеешь, не посеваш цялото, което ще изникне, а голое зерно, каквото се случи, пшеничное или някое другое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Но Бог му дава цяло, каквото му е угодно, и на всяко семя, собственото му тяло. Не всякая плоть, такая же плоть. Всяка плоть не еднаква. Но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Но друга е плота на човеците, а друга на животните, друга пак на птиците, и друга на рыбите. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных и иная слава земных. Има и небесни тела и земни тела, друга и обаче славата на небесните, а друга на земле. 42 стих. 42 стих. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. 43 стих. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Давайте мы это будем запоминать. Днес сме безсилни. Мы сегодня в какой-то степени в посрамлении. Мы сегодня тленные. Но это всего лишь то, что Бог сеет. 44 стих. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Ако има у душевное тело, то има и духовное тело. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душой живущий, а последний Адам, есть дух животворящий. Така и писано. Первый человек, Адам, станет жива душа, а последний Адам, станет животворящий дух. Смотрите, первый Адам, назван душа живая. Последний Адам, то есть Иисус Христос, дух животворящий. Смотрите, разницу видите? Адам это душа, Иисус Христос дух. Иисус Христос е дух. Сеется в тело душевное. Сеется в душевное. Сеется в нашу душу. Сеется в нашу душу. Но пожинается дух животворящий. Обаче воскресва животворящий дух. Но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. 46 стих. Обаче не е първо духовното, а удушевеното и последуховното. Первый человек из земли, перстный, второй человек Господь с неба. Първият човек е от земята, пръстен, вторият човек е от небето. И давайте мы вот это запомним. И нека запомним и това. Очень прочно. Много добре. 48 стих. 48 стих. Каков перстный, такова и перстный. Каковто е пръстният, такива са и пръстните. Раньше мы имели Адамова природа. Мы были как перст. Как прах земной. Жизнь человека, она подобна вот такому праху. Прошла жизнь человека и нет ее. Суета, суета. Ничего не остается. Но сегодня мы другие. Мы измененные во Христе Иисусе. Скажи, я изменен во Христе Иисусе. Я преобразован им. Я имею дух животворящ. И имею все новое. Древнее все прошло. Теперь все новое. 49 стих. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Аллилуйя. Скажи, аллилуйя. Скажите, аллилуйя. В прошлый раз я проповедовал о том, что Адам был сотворен только по образу и подобию Божьему. Он только был подобием. И преднепутцем проповедовал, что Адам был создан по образу подобия на Иисус Христос. Но Иисус Христос не подобие. Он есть образ самого Бога. Так и написано. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение. Вы понимаете, к чему я клоню? Разбирайте ли, к какому выводе. Если Христос принес нам преображение, мы призваны преображаться. Мы не призваны оставаться прежними людьми. Иначе Христос напрасно умер. И напрасно воскрес. Но Он умер за наши грехи. И воскрес, чтобы нас преобразить. Чтобы мы не творили уже каких-то беззаконий. Не находились в рабстве греха. Он пришел, чтобы освободить нас от проклятия закона. И дать нам истинную свободу. И разрушить дела дьявола в наших жизнях. И да разруши делата на дьявола в нашей жизни. Скажите Аминь. Пятидесятый стих. Но то скажу вам, братья, что плот и кровь не могут наследовать Царство Божие. И тление не наследует нетление. То есть, если в тебе осталась Адамова природа, придет время и ты умрешь. И это тление не наследует нетление. Но если ты преобразовался, и принял природу Христа, безгрешную природу. Потому что Слово Божие говорит, будьте святы, ибо Бог свят. И без святости никто не увидит Господа. Иисус Христос пришел для того, чтобы отделить нас для себя, для Бога. Святой значит отделенный. Отделенный от рабство греха. От рабство этого мира. От рабство на този свят. От рабство пред дьяволом. От рабство пред дьявола. в удел Божий, в удел Божий, чтобы стать причастником Божественного естества, стать плотью от плоти Его, кость от кости Его. 51 стих, говорю вам тайну, хотите тайну узнать сегодня? Апостол Павел любил делиться тайными, что Павел обичал да споделят тайни. Он знал те вещи, которые другие не знали. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо труба вострубит, и мертвы воскреснут нетленными, и мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. А когато това тленное сие облече в мессмертие, тогава ще се сбудне писаното слово. Поглашена смерть победа. Смерть, где твоя жала? Смерть нам не страшна. Смерть больше не имеет над нами власть. Для нас смерть – это что-то такое, как переход. Из временной жизни в вечную жизнь. Из земного царства в небесное царство. От земной славы в небесную славу. Потому что душа, она предназначена для вечности. Но эту вечность можно провести или в аду, или в раю. Иисус хочет, чтобы мы его наследовали рай. Но для этого нам надо преобразоваться. Уже здесь, на земле. Души наши призваны преобразованием. К тотальному преобразованию. Стать Христовыми. А кто написано не Христов, тот и не Его. Тот продолжает делать грехи. Продолжает хулить Бога. Сквернословить. И сделать самые страшные какие-то вещи. В конечном итоге, это все превратится в книги Откровения. Это подробно описано. В непрестанную хулу на Бога. Бог во всем виноват. И белое будет называть черным. И черное будет называть белым. И 58 стих последний. Итак, братья мои возлюбленные. Будьте тверды, непоколебимы и всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечестен пред Господом. За това возлюбленные мои братья. Будьте тверды, непоколебимы и преуспевайте всякого в Господното делу, понеже знаете, че в Господа трудотвене и празден. Что нам надо делать, чтобы унаследовать нетленное тело, нам надо преуспевать в деле Господнем. Ни трябва да преуспеваем его в делото на Господне. Вера без дел мертва. Нам нужны дела, Господне. И ни се нуждаем от Христови дела. Еще раз повторю, что такое дела, Господне. Я ще си повторя. Какво са Господните дела? Пророка Исаия написано. При пророка Исаия пише, что Бог помазал меня. Че Господь ме помазал. Да проповедвам лятото, което е благоприятно с Господом. Мы призваны благовествовать. Постоянно благовествовать. Вовремя, не вовремя. Далее на время или не на время. Срещать людей и говорить им о Христе. Дать слепым зрение. Да дадем зрение на тези. Я хочу сказать о том, что мы, церковь, мы даем зрение. Я хочу сказать о том, что все люди, которые находятся в этом миру, они духовно слепые. Можете ли со мной согласиться? Я был слепым человеком. Только когда я уверовал, я осознал о том, что я прозрел. И само когда поверил, я разбрал, что я начал видеть Божий свет. Я научился в Господе ходить и не спотыкаться. Дать глухим слух. Даем ли мы слух людям, которые живут в этом мире? Именно церковь призвана к этому. В церкви мы учим людей, как научиться слышать голос Святого Духа. Аминь или не аминь. Как слышать голос Божий. Как читать Библию и понимать, что здесь написано. Иисус Христос говорит. И слышишь голос. И не знаешь, откуда Он приходит и куда уходит. И не знаешь, откуда идёт и на къде заминава. Так всегда бывает со всяким, который рождается свыше. От воды и Святого Духа. У человека появляется слух. Отпустите измученых на свободу. Это наше призвание. Освобождать людей. Да освобождаваме хората. От тех оков. От тези окови. В которых люди прибывают. Които се намират хората. Исцелять сокрушенных сердцем. И да исцеляваме тези, които са сокрушени. Аминь или не аминь. Аминь. И в Евангелие от Марка, в последней главе, в 16-те, написано. Увервавших же будут сопровождать все знамения. И в Евангелие от Марка пише, че тези, които са повярвали, ще ги сопровождават знамения. Возложат руки на больных и будут здоровы. Ще возложат реце върху болните и те ще са здрави. Аминь. Аминь. Даже если что смертоносное выпьют, не повредит им. Даже нещо смертоносно, ако испият, няма да им повреди. Нам не надо бояться коронавируса. Ни не трябва да се страхуваме от коронавируса. Он нам ничего не может сделать. Той нищо не может да ни направи. Но вообще уже давно доказано о том, что коронавирус это человечески хрук продукция, которая абсолютно полностью измышлена. И вече удавна е доказано, че коронавирусът е човешки продукт, който е бил измислен. И е бил създаден като биологическо оружие. Но то, что Бог сотворил, оно всегда намного мощнее и сильнее. Аминь. То винаги е много по-мощно и по-силно. Но все то, что производит, я не знаю, Бог что-то показывает нам. И вот в этом приходит посрамление на самом деле. И Бог не показва нещо. Что все то, что сотворил человек. И не трябва да се израмить, че всичко, което е създадено от човека. Как правило, за редким исключением. Като правило, с редки исключения. Оно все в основном для разрушения. То основно всичко е за разрушавание. Но только то, что сотворил Господь. И само оно, което е създадено от Господь. Оно для созидания. Природа, которую Бог сотворил. Все то, что мы можем видеть и наслаждаться. И всичко, което можем да виждаме и да се наслаждаваме. Все настолько прекрасно и великолепно. Это все сотворено Богом. Всичко е сотворено от Господь. Я уже заканчиваю. К чему мы приходим? Для чего воскрес Иисус? Мы давайте четко просто постараемся запомнить. Это очень важная мысль. Христос пришел на эту землю для того, чтобы преобразовать нас. Чтобы мы стали другими. Чтобы мы стали детьми Божьими. Чтобы мы не творили уже каких-то страшных, безбожных дел. За да не творим никакие страшные, безбожные дела. А творили дела Божьи. А да творим Божьи дела. Ради этого стоит умереть. И заради этого стоит с воскресством со Христом. Заради этого сестру да воскреснем заеду с Христос. Чтобы не только самому преобразоваться. Не само да се преобразим. Но и да преобразовывать души многих людей. Но и да преобразоваме душите на другите хора. То Якова хорошо написана. Кто спасет хотя бы одну душу. Тот покроет множество грехов. Бог так хочет, чтобы мы спасали. И Господь толкова иска ни да се спасаваме. Бог так хочет, чтобы мы трудились над другими душами. Бог так хочет, чтобы мы донесли эту радостную весть. Господь толкова иска ни да носим тази радостна новина. что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес наше оправдание для того, чтобы изменить нас и сделать нас своими и последняя молитва Иисус Христа была как Бог во мне так и я в Отце так и они в нас да будут едины и те в нас нека да са единни желание Иисус Христа вместить нас в своем сердце желанието на Иисус Христос да ни побери в сердцето си и сделать нас счастье от своей Божественной природы и за това идваме на Церква чтобы измениться и чтобы менять других в образ Христов и быть не по подобию и не по образу а являть на всяком месте сам образ Христов скажи Аминь давайте мы коротко помолимся склоним наши сердца Иисус преображай нас делай в наших жизнях то что ты хочешь да будет твоя воля не наша воля не дай нам мечтать о себе дай нам иметь мечты Божьи дай нам иметь в наших сердцах великий Божий план дай не дай имя в наши сердца великий Божий план нести Евангелие даже до края земли и крестить то есть погружать людей во имя Отца и Сына и Святого Духа просто погружать людей в общение Отца в святая святых через жертву Иисус Христа через жертву Иисус Христос силой Святого Духа да будет так в моей жизни если согласен, скажи Аминь слава на нашим Богом будьте благословени я уложился сейчас без пяти три мы коротко помолимся буквально за пожертвование